Зарплаты выросли, заказы будут. Президент Украины Петр Порошенко побывал с рабочим визитом в конструкторском бюро Ивченко Прогресс в минувшую пятницу. Подробнее об этом в нашем сюжете. Конструкторское бюро Ивченко Прогресс – государственное предприятие, где на протяжении 70 лет создают двигатели для многих типов самолетов и вертолетов. По словам президента Украины, Петра Порошенко – такое производство – гордость для любой страны мира. В ходе визита главы государства на предприятие генеральный конструктор Ивченко Прогресс Игорь Кравченко провел ознакомительную экскурсию, после чего Петр Порошенко выступил перед коллективом с приветственной речью. Ревень успеха реформ вызначается ревнем жизни людей. Если люди живут лучше, реформы движутся в правильном направлении. Если люди живут плохо, реформы движутся неправильно. Два года наша страна поставила приоритетом не ревень жизни людей. Поставила приоритетом, что мы должны защитить государство, защитить ее против агрессоров. Сохраняя целостность страны за два года удалось повысить уровень обеспечения оборонной отрасли, говорит Петр Порошенко. Выросла зарплата у военных и мобилизованных. Поднялись доходы и на предприятиях оборонной отрасли, таких как Ивченко Прогресс. После принятия решения про снижение единого социального внеска с 42 до 20%, тогда были приняты решительные действия и приняты решения руководством предприятия о том, что разработка платная должна складывать больше 9 тысяч гривен. Однако численность коллектива за последние два года на прогрессе снизилась более чем на 600 человек. Да и работает передовое предприятие 4 дня в неделю, сетуют сотрудники. Впрочем, президент анонсировал в скором времени создание экспортного агентства, которое будет обеспечивать более простые условия выхода на новые рынки для украинских предприятий машиностроительной отрасли. Будет працювать Матерсич, будет працювать Антонова. Мы на сегодняшний день будем присутні на старых традиционных рынках и завоевывать новые. Еще за последний год предприятия концерна вышли с новыми контрактами на рынки, начиная от Саудовской Аравии и закинчивая Азербайджаном. Также увеличение госзаказов со стороны Укроборонпрома должно помочь этим предприятиям, пообещал Петр Порошенко.